Можно вернуться к проблеме, отдаленной и близко родственному скрещиванию. Так, у человека в среднем, да, кстати, сколько у нас генов-то всего? Я говорю, 30 тысяч. И вот по каждому гену не пара вариантов, а десятка, полтора, два аллельных варианта. Ну, человечество давно живет. За это время он успел накопить очень много аллельных вариантов призма. Хорошо. Чтобы у меня не сошли с ума большого количества цифр, рассмотрим всего, допустим, один. Но помним, что еще у нас 30 тысяч других признаков есть. Так, коротенький список всего на 9 аллельных вариантов. Вот, что? А, 9-9. 9 аллельных вариантов. Хорошо. Берем двух неродственных людей. Так, с какой вероятностью у двух неродственников окажутся по данному гену одни и те же родители? С именичей. С маленькой. С маленькой. Скорее всего, они разные. Ну, просто если люди неродственные, они нацепляли свои аллели от своих родителей, отец своих родителей из разных генетических источников. Ну, и, допустим, у нас партнеры следующие. И второй, какой-нибудь у нас будет А6, А1. Вот такая парочка. Давайте-то прикиньте, какие у них дети возможны. Решеточку пинет, пожалуйста. И у какого количества детей будут возможные проблемы с наследственными заболеваниями? Учебники. Учебники. Учебники, да. Смотрите, ведь на самом деле каждый из партнеров несет по одному очень тревожному аллелию. Это аллели из хвоста списка. Скорее всего, у них какие-то неприятности. Но, тем не менее, три четверти детей у них родятся заветно здоровыми. Почему? Потому что там есть... А потому что гены разекут внешне проявятся более сильные, доминантные гены. А доминантные гены отбором проверены? Да. Да, ведь если доминантный аллель отрицательный, он просто вышибается. Его не остается. Так? Хорошо. А теперь смотрим. Вот эта парочка. Вот она продела некоторое количество детей. Обратите внимание, общий компуляционный список включен 9 вариантов. Так? Значит, а их потомки будут носителями всех 9 вариантов, по-любому? Нет, только 4 вариантов. А потомки решили размножаться друг с другом. Так? Ага. Вероятность какого состояния резко повышается. Уменьшилось количество исходных фишек для создания разных комбинаций. Вероятность какого генетического варианта резко повышается. Гомозиготности. Да. Причем из этих аллерий может прийти в гомозиготное состояние. Да. Да. Отлично. Этот пришел в гомозиготное состояние, ура, хороший сигнал. Этот пришел в гомозиготное состояние, тоже неплохо. Начало списка, скорее всего, сигнал. А вот эти два? Плохо. А вот эти два рассадок выпали. В чем дело? А дело в том, что они из хвоста списка, и скорее всего, их внешнее проявление приведет к большим-большим проблемам. А теперь вспомним, что у человека не один признак, а 30 тысяч. Скажите, для того, чтобы умереть, необходимо, чтобы все 30 тысяч признаков пришли в плохое состояние? Настоящее. Хватит одного смертельного. Это понятно? Да. Это понятно. В результате, при близкородском скрещивании, что происходит? Просто-напросто увеличивается вероятность происхождения гомозигот. Так? Да. И опасность представляют из себя как раз рецессивно-гомозиготные гены. Потому что в рецессивно-гомозиготных генах может быть зарыта вот эта мина. Наследственное заболевание. Резкое снижение жизнеспособности. Резкое снижение интеллектуальных возможностей. И так далее, и так далее. Беспорде. Все что угодно. Так? Ну, может, там же быть гомозиготность по каким аллергам? По администрации. И по администрации. Но обратить внимание на иронию судьбы. Вот у меня гомозигота аж по самому лучшему гену. Так будет ли от чем-то отличаться личная жизнь вот этого организма от личной жизни вот этого организма? Нет. То есть, ребят, гетерозигота от гомозигота, если у тебя есть гомозиготные, не отличаются ровно ничем. Поэтому выгоднее, чтобы дети были какие? Высокогомозиготные или высоко гетерозиготные? Высокогомозиготные. А, нет. Если они высоко гомозиготные, то в гомозиготу приходят и доминантные, и рецессивные олега. Дети работают. В этом состоянии у вас наследственные заболевания проявляются? Да. Хорошо. А если высоко гетерозиготные, то какие аллели проявляются? Внешние. Только доминантные. А в доминантных аллелях, скорее всего, зарык вот этот холст или не зарык? Не зарык. А как получить гетерозиготных детей? Размножаться с вами близкими родичами или с кем-то другим? С кем-то другим. Поэтому при отдаленном родственном скрещивании, так, потомство, как правило, рождается более жизнеспособным, растет быстрее, сопротивляемость к заболеваниям выше, пластичность поведения выше, интеллект лучше, скорость роста лучше и так далее. Вот когда эти состояния крайне проявлены, это будет называться гетерозис, гетерозисная сила. Ну, в частности, допустим, результаты для человеческой, для человеческой популяции гарантированы самые отдаленно родственные браки. Это какие браки? Между разными расами. Между разными расами. Ну, понятно, что представители разных рас, очевидно, разные предковые корни. Так, поэтому продукты в межрасовых браках, метисы, мулаты, квартероны и так далее, вот, это известно хорошо всем медикам, отличаются повышенной устойчивостью, повышенной адаптивностью, повышенной пластичностью. Так, но здесь, правда, не без своих лагушек. Дело в том, что в генетическом аспекте совмещение нескольких разных генотипов может приводить к самым нехорошим последствиям. Самый известный из них случай, порядка 15 тысяч лет назад, один из аллелей, определяющий белки крови, в Центральной Азии мутировал. Так, и возникла вариант крови человека, который называется отрицательный ревосфактор. Знаете, просто не синтезируется белочек данного типа. При голных переселениях народов, когда из Азии люди ломанули в Европу, аж до самой Испании, начиная с Гумн, Голты, потом и так далее, последняя волна Татар-Монголы, прокатывались в течение более 10 веков по Европе, волна за волной. Вот эти гены, которые возникли, мутантные варианты, среднеазиатские и центральные азиатские, в Европу попали? Попали, в стране или здесь. Возникает сложная проблема теперь вот какая. Допустим, родительская пара неоднородна по ревосфактору. Ну, вроде бы, слава богу, мы говорили, что отдаленный родственник с Крещеном очень хорошо. Но что оказывается? Оказывается, что ребенок-то ведь наследует программу от отца и от матери. Допустим, у мамы отрицательный ревосфактор. А детеныш наследовал в смысле крови программу отца положительный ревосфактор. Так произошло зачатие, пошла беременность. У детеныша возникает своя кровеносная система, в которой циркулирует реже с положительной кровью. Ревосфактор, несущая не те белки, что кровь матери. Как реагирует материнский организм у чужеродной белки? Как на инфекцию? Просто как на инфекцию. И начинаются тяжелые проблемы умной несовместимости. Так? Правда, возникает это дело только не сразу. В течение всего первого этапа жизни кровеносная система, первого этапа беременности, кровеносная система матери и детеныша полностью изолирована друг от друга. Плацентарный барьер. Так? Но к концу беременности плацентарный барьер становится частично проницаемым. И тогда в мамином организме может начать накапливаться система антител против детеныша. То есть, грубо говоря, мама пытается сжечь детеныша. А организм детеныша в это время что будет пробовать делать? Абороз. Сжечь маму. Поэтому у мамы токсикол второй половины беременности, а детеныш родится с желтухой новорожденности. Поражение печени. Так? Результат вот как раз такой генетической несостыковки. Но шансы на это дело при первой беременности не велики. Дело в том, что совсем коротенький хвостик там остается. Ну, не успевает как следует ему разогнаться. А теперь, ой, это же барышня вторая беременность. И опять не виспадение бареусу. А ее организм уже имеет программу антител против чужого? Уже имеет. Как будет иммунный конфликт протекать при второй беременности? То есть, от мамы с летом? Более тяжело. Ну, а при третьей беременности с таким же раскладом там же существенные риски для жизни идут. Отдаленно родственные варианты, это, конечно, очень хорошо. Но свои подводные камни есть и на этом пути. Так, смешение, такое безоглядное смешение разных геномов может сопровождаться самыми разными, иногда крайне тяжелыми последствиями.